Приветствую вас, прочитал ваш текст, значит, готов вам ответить на вопрос, на ваш разобрать текст, точнее сказать. Для начала нужно отметить, что вообще сама постановка вопроса, нормальный, ненормальный, уважительный, неуважительный в отношениях, недопустимо. Потому что норма в отношениях устанавливается с самими людьми, и уважительность тоже в отношениях устанавливается с самими людьми. Как бы отношения это связь, да, то есть это именно контакт, это именно взаимодействие. То есть односторонними отношения быть скорее всего не могут, и скорее всего вы, я думаю, с этим согласитесь. Исходя из этого, можно сделать вывод, что та ситуация, которая случилась, да, может оцениваться как угодно со стороны других людей. Со стороны нас, со стороны вас, со стороны третьих лиц, неважно, как угодно. Но, эти отношения есть, они имеют место быть, и муж ваш, и ваша свекровь, и брат мужа эти отношения поддерживают. Для каждого, так сказать, участника этих отношений, в них есть своя выгода. Определенно, определенно, есть своя выгода. В том смысле, что мама получает что-то свое, да, например, власть. Брат мужа получает, соответственно, что-то свое, он получает, ну, возможность дальше продолжать жить вот так, как он живет. А ваш муж получает тоже что-то свое, да, это может быть, например, одобрение его матери, его семьи. Это может быть способ получения любви такой, изощренный, да. Вот, это может быть что угодно еще. И пока выгода для каждого из участников, в том числе и для вашего мужа, будет превалировать над, как бы, негативом, да. Вот, ничего не изменится, к сожалению. Все, к сожалению, будет так, как есть сейчас. Это первое, что я хотел вам сказать. Второе. Второе. Вы говорите, что вы испытываете жалость к мужу. Можно ли, можно ли предположить, что своего мужа больше вы не уважаете? Или стали уважать меньше за то, что он делает? То есть, я, конечно, понимаю вас прекрасно, я понимаю, почему вы, например, его не уважаете. Я понимаю, что такое поведение, когда мужчина не может сказать нет, да, когда мужчина, по сути, разрывается между своими семьями, да, то есть, родительской семьей и своей собственной. Когда он пытается всем угодить, вот именно человек, который пытается всем угодить, но он действительно не вызывает такого большого уважения, я понимаю. Вот. Но очень важна субъективная сторона этого вопроса. Может быть, ваш муж пытается всем угодить из альтруизма, тогда это достойное уважение. Если он это делает через жертву, это, конечно, нет. Но, опять же, вряд ли вы своей жалостью, особенно если муж ее чувствует, сподвинете его к тому, чтобы все это поменять. Понимаете? То есть, мужчине скорее нужно столкнуться с тем негативом, с теми негативными последствиями, последствиями своих действий, а не с жалостью, не с отношением, понимаете? Вот. Это второй аспект, который я хотел бы отметить. Теперь давайте мы с вами непосредственно пройдемся по тексту, да, потому что здесь есть несколько моментов, которые мне кажутся важными, ну, именно в самом тексте. Итак, уважаемые эксперты, как вы считаете, нежописанные отношения между моим мужем, его мамой и старшим братом могут считаться нормальными и уважительными со всех сторон? Нормальными может быть, потому что каждая семья устанавливает свои нормы. Уважительными нет, потому что уважение означает, что все члены семьи равны здесь, а, да, и никому нет вреда. То есть, никто не испытывает вреда, никто не испытывает давление, никто не испытывает какой-то негатив. А здесь, в данном случае, можно говорить о том, что негатив он есть. В данном случае, можно говорить о том, что негатив имеет место быть для мужа. Сейчас я думаю, что это первое, для вашего мужа. И для моего брата, как это непродактально, второе. Потому что, когда, чем больше брата вот так вот помогает, да, тем больше брата вот так содержит, а тем больнее по нему потом ударит жизнь, тем больнее потом ему придется самому, самому. И очень жаль, что мама вашего мужа и его брата этого не понимает. Ну, а может быть не хочет, мне не хочет понимать. Ну. Так или иначе, уважением это назвать, к сожалению, нельзя. Вот. Дальше. Когда мы с мужем не были женаты, родители моего мужа разошлись зимой. Тогда еще будущий муж перевез маму со старшим братом к себе в город, снял для троих, для себя, для своей мамы и брата двухкомнатную квартиру. Договорились, что будет платить за съем квартиры порно за троих, но ему брат не имеет постоянную работу, и муж любиную долю аренды платит молча там. Понимаете, вы не пишете, сколько лет вашему мужу, да? Может быть это в другом вопросе у вас есть, я уже отвечал на ваш вопрос. А, да, вот, вы пишете, что вам обоим по 28 лет. А, понимаете, вот, в 28, да, в 28, мужчина, ну, человек, любой человек, он уже достаточно взрослый, он уже достаточно зрелый, для того, чтобы меняться. Да, то есть, ну, ну, как, для того, чтобы его меняли, скажем так. То есть, человек должен сам захотеть изменений, да, человек сам должен захотеть перемен. Тогда может что-то исправить, тогда может что-то изменить, знаете. А так, если его все устраивает, вот, как сейчас, например, да, то, тут скорейший вопрос к вам. А вы думали, думали, что, что будет по-другому, вы думали, что, что будет иначе, вы думали, что. Он изменит свое поведение, вы, ну, грубо говоря, вы, как бы это так сказать. Вы надеялись на перемены с его стороны, или как? То есть, вы рассчитывали, что он будет вести себя по-другому, когда вы женитесь, а, ну, поженитесь. А с чем это связано? Вот с чем связано то, что вы так считали? Почему вы так считали? Вот. Это важно. Если, если вы считали так, то очень важно почему. Так, значит, эээ, значит, муж, эээ, муж же платится. Хорошо. Вот, эээ, значит, эээ, происходит такая ситуация, да, что муж, эээ, плачет сам, вы об этом знаете. У вас, эээ, грубо говоря, была договоренность о том, эээ, смучен, что после свадьбы, да, он перестанет это делать. Ну, перестанет платить, эээ, ваш, может, за, эээ, своего брата. Вообще, у вас была какая-то договоренность относительно этой истории? Эээ, понимаете, если никакой договоренности между вами не было, да, если вот никакой вообще договоренности между вами не было, эээ, то я могу вас, эээ, огорчить, что, что, и ожидать от мужа, эээ, в таком случае чего-то, было бы наивно. После свадьбы муж приехал ко мне в однокомнатную квартиру моих родителей и продолжая оплачивать аренду квартиры, в которой живут брат и мама. Ну, опять же, опять же, прежде чем, эээ, значит, жениться, прежде чем создавать семью, да, вам нужно было это обговорить. Распределение финансов, ответственность, да, вы же просто описываете течение событий, в которых вы себя никак не проявляете. Вы себя, как заинтересованное лицо, никак не проявляете. Эээ, так, значит, эээ, так, его мама работает, брат постоянного заработка не имеет, моему мужу сдал стола, материально тяжело, когда мы влезли в иботеку, хотим иметь свое жилье. Вот понимаете, эээ, это то, о чем я говорю. То есть вы, зная, что мужчина ваш платит аренду квартиры, позволили ему влезть в иботеку вместе с вами. То есть, эээ, здесь нет заботы ни о своих личных границах, ни о своей ответственности, ни вашей личной ответственности здесь нет. Ну что, эээ, с таким подходом, да, вот, то, что вы делаете, это, ну, эээ, к сожалению, обречено на провал. Просто-напросто. Вот, к сожалению, к сожалению. Это просто обречено на провал. В силу того, что вы либо рассоритесь, и уже никакая квартира никому не будет нужна, да? Вот. Либо мужчина так вот станет, что, ну, его все это волновать будет в еще меньшей степени. Понимаете? Вот. То есть вы здесь подошли к вопросу очень поверхностно, да? Вот. Опять же, может быть, вы рассчитывали на то, что, эээ, когда вы начнете, значит, эээ, ну, допустим, допустим, платить ипотеку, да? Когда мужчина перестанет, эээ, облачивать аренду своим родным. Может быть, вы рассчитывали на это? Я не знаю. Но рассчитывать на что-то, рассчитывать на что-то, значит полагаться на волю случая. Понимаете? А это неприемлемо для взрослого человека. Если вы хотите иметь, ээ, свое жилье, да? Если муж ваш, грубо говоря, хочет иметь свое жилье, а это замечательно и здорово, что он этого хочет, если он этого хочет, действительно. То для этого нужно соблюдение определенных условий. Для этого нужно соблюдение определенных обстоятельств. Для этого нужно, чтобы человек грамотно и правдиво видел свои возможности, свои ресурсы и умело ими пользовался. То есть, если чего-то хочешь, от чего-то придется отказаться. Понимаете? Это взрослая позиция. Я отказываюсь от одного в пользу другого. Но ваш муж этого не делает. Неважно по каким причинам, он этого не делает. И вы позволяете ему этого, не только вы позволяете ему это не делать, да? Но вы и вместе, ээ, вы вместе с ним, ээ, вместе с ним вы тоже выходите за рамки своей ответственности. Понимаете? Вот. То есть, я не знаю, насколько вы друг другу близки, да? Я, помнится, отвечал на ваш вопрос в прошлом, но я его уже не помню. Перечитывать сейчас, наверное, нет смысла. Вот. Потому что у вас все-таки вопросы немножко по-другому. Но, тем не менее, могу сказать, что вот эта ситуация, которая сейчас имеет место быть, да? То есть, мужу материально тяжело, вам не уважали, и так далее. Эта ситуация нормальна. Она нормальная в том смысле, что при вашем отношении, да? К себе. К мужу. При том, как вы свои отношения выстраивали, да? То есть, я имею в виду, что при том, как вот, разница взаимопонимания и расстановка приоритетов, да? Данная ситуация вполне нормальная. То есть, это естественный ход событий при условии характера вашего мужа и вас. Вот. Это естественный, естественный ход событий. К сожалению. Понимаете? Если бы вы вели себя по-другому, да? Если бы вы, там, допустим, говорили, что, да вот я постоянно ему говорил, он постоянно обещал мне, да, он мне угрожал, там, и так далее. Тут же можно говорить о ненормальности, да? То есть, о, ну, неком таком, насилии, может быть даже. Вот. Но, в данном случае, вот, в том, что вы описывали, я могу однозначно сказать, что это естественно. То есть, я не увидел у мужчины, я не увидел вашей истории для вашего мужа ни одного стимула для того, чтобы меняться. Понимаете? Вот. Вот ни одного стимула серьезного я не увидел для того, чтобы ему меняться. То есть, я не увидел ни одного мотива ему, чтобы он захотел измениться. Чтобы у него была возможность хотя бы измениться. Возможность, там, вести себя, ну, по-другому, да? Или чтобы у него была, был шанс что-то поменять в своей жизни. К сожалению, не увидел. Дальше. Так, по сути, он так. Но мама продолжает брать от него деньги за квартиру. Нет, не совсем. Не мама продолжает брать деньги за квартиру. А он, он продолжает ей давать. То есть, понимаете, да, мама манипулирует. Возможность. Тут, как бы, ситуация непонятная. Может быть манипулирует, может быть нет. Нужно лучше анализировать отношения между ними. Вот. И лучше будет, если это будет муж ваш. То есть, если он расскажет свою историю. Ну, понятно, что вы заинтересованное лицо, да, и объективно воспринимать эту ситуацию не можете. Вот. А может быть она манипулирует. Может быть. Если муж не может поменяться, да. Вот. Не может измениться. Не может. Не может. Отойти от своего такого поведения. То мама его и подана. Муде легче измениться. Муде проще измениться. Муде проще измениться. Понимаете? Поэтому ориентироваться нужно исключительно на это. На то, чтобы поменять муде. Не маму, а муде. Понимаете? Чтобы и вы в первую очередь, и он во вторую очередь пришли к выводу, что это выбор именно его. Это его выбор. Это не выбор мамы. Например. В данном случае. Это его ответственность. Что он дает ей деньги. И ваша ответственность. Что вы, грубо говоря, с этим миритесь, там, ну, по ряду причин, да. Сейчас не будем говорить об этом. Конкретно. Вот. Дальше. Значит, по сути, он содержит маму и брата. И это его выбор. Так как брат в оплате аренды не участвовал. Ну и... Соответственно, здесь можно... Порекомендовать. Здесь можно порекомендовать. Здесь можно порекомендовать. В первую очередь начнет брат. То есть, за маму. Как бы, ну, если мама сама не оплачивает, да. То пусть платит за маму. Вот. За себя. Можно платить. Перестать. Потому что он там уже больше не живет. И перестать платить за брату. Вот вы, как его жена. Вы, как его жена. Можете ему это предложить. То есть, можно сказать, дорогой. Ну, как бы, у нас есть семья. Да. Наша. Которая, ну, естественно, находится в... Финансах. Это нормально. Я допускаю мысль о том, что ты можешь, там, помогать своим родным. Это нормально. Вот. Но, я не могу допустить, что, как бы, наша семья страдает от того, что ты помогаешь своей семье. Тем более, если у тебя мама работает, и брат, в принципе, тоже взрослый, здоровый мужик. Вот. Ты меня прости, но я из этого делаю вывод, что я тебе, может быть, не так нужна. То есть, наша семья для тебя, может быть, не так важна, как твоя. Знаешь? Вот. Это вы ему донесёте. Это вы ему донесёте. И пусть он уже сам с этим что-то делает. Ваш муж. Если он будет продолжать. Вы ему вполне можете сказать. Так, а если на динаме будущее? Если у нас будущее. Тобой. Старким подходом. А когда у нас дети появятся, что ты тоже будешь так вот разрываться? И что это будет? Что это за отношения тогда у нас будут? Что это за семья у нас будет тогда? Вот. Знаешь? Вам нужно установить чёткие, чёткие границы. Чёткие границы. Сказать маме нет. Он не может предложить им снимать квартиру по средствам. Тоже не может. Ну, это понимаете, это как? Это не может, да, скорее. Это, скорее, нет стимула, нет мотива. Нет мотива что-либо менять. Вот так. Значит, что-то сломалось. Так, выключить. Сломался маме Facebook. Звонит ему сразу мужу. Он разрывается, но выполняет все батальные предназначения. Опять же, потому что нет мотива. Нет мотива что-либо менять. Нет условий, при которых у него был бы стимул поступать как-то иначе. По-другому. Вот. Моё отношение к нему поменялось. Испытываю некое жалость. Ну, про жалость я уже сказал. Мне муж говорит, чтобы я не лезал в их отношения, что это его мама и брат, и он будет их обеспечивать. Да окей. Окей. Пусть не обеспечивает. Но без вреда вам. То есть, без вреда вашей семье. Да? Вот и всё. Обредите чётко вред, вред именно вашей семье. Семья. Которой вы видите, чувствуете и так далее. И противите этому мужу. Он хочет помогать? Хочет помогать. Но только то время, в котором он помогает, он мог бы привести, например, с вами. Те деньги, которые он даёт брату и маме, он мог бы вкладывать в свою семью. И, вопрос заключается в том, насколько вы, как семья, ощутимо от этого теряете. Если, по вашему мнению, ощутимо, а здесь только один критерий, ваша оценка, то вы можете это предъявить муж. Либо, друг, ты больше зарабатываешь, чтобы я не чувствовал. Как бы. Да? Чтобы я не чувствовал проблем. Либо, если не можешь больше зарабатывать, то выбирай. Оставляй приоритет. То есть, понятно, что ваш муж привязан к своей семье. Понятно, что ваша мама, его мама держит своего сына у себя. Понятно, что она сделала из него своего второго, как бы, ну, своего мужчину идеального. Это понятно. Понятно, что муж так пытается добиться любви своей мамы и никогда не добиваются. Понятно, что у него есть проблемы, у мужа. Но эти проблемы, чтобы их решать, нужен мотив. Пока мотива нет, все будет так же. И страдать в этой истории будете вы. То есть, по факту. По факту. Мама. Вот в треугольнике Карпмана, да, треугольник Карпмана посмотрите в интернете. Мама – это тиран. Муж – это спаситель. А вы жертвы. В данном случае. В данном случае вы жертвы. Ну, потому что вы обращаетесь на сайт, вы вынуждены платить деньги в сайт. Ну, нас, грубо говоря, да. То есть, вы жертва. Вы бы эти деньги, там, могли потратиться на себя, на свою семью, да, там, в лошадь куда-то. Вы вынуждены затратить их сюда, на ресурс. То есть, по итогу вы жертва. Ну, в действительности, жертвы все. В треугольнике Карпмана каждый из участников жертва по итогу. То есть, люди, которые не несут ответственности за себя. Которые не отграничили себя от других людей. Нет. Мне кажется, мама ловко манипулирует, давит на шанс, что она осталась одна без мужа, всегда плохо отрывается от твоего большого мужа. Может быть, может быть, только это ни на что не влияет. Абсолютно. Вот именно для вас, именно для вас, как для деньги, это ни на что не влияет. Ее манипуляции. Она будет манипулировать. Она будет манипулировать до тех пор, пока это ей выгодно. И муж будет так себя вести до тех пор, пока ему это будет выгодно. И вы будете вести себя до тех пор, пока вам это будет выгодно. Но я говорю не про ту выгоду, о которой вы сразу подумали, я говорю о другой выгоде, о выгоде мировоззренческой, о выгоде экзистенциальной, понимаете? То есть, вот вы испытываете жалость, да, к мужу, и с точки зрения психологии, например, ваша жалость это свидетельство о том, что вы нуждаетесь, хотите чувствовать себя, ну, как бы, лучше у своего мужа, то есть, когда человек жалеет, да, когда человек жалеет кого-то, он всегда самоутверждается, в таком области, вот, и, возможно, жалость к своему мужу вы испытывали всегда, просто она была так немного завуалировать, вот, понимаете? Возможно, вам нужно испытывать жалость к мужу, потому что, ну, вот у меня сложилось такое впечатление, да, что вы в большей степени тик-тикотеете к именно, знаете, к таким отношениям, когда, ну, вы доминируете, вот. Вот, у меня такое, такое впечатление сложилось, ага, я могу ошибаться, но, я могу ошибаться, я не берусь сейчас однозначно, ам, это утверждать, вот, наверняка, не берусь. Но, мне кажется, что, так, мне кажется, что такая история. Так что, для вас это тоже, вот эта ситуация для вас тоже выгодна. Только, может быть, вы не отдаете себе отсчетов, ну, в этой самой, вот, выгоде, выгоде, своей выгоде. Ну, в этом, в этом, вам можно помочь, если вы хотите, да, если вы готовы работать, вот, вам можно помочь, можно помочь в этом, потому что, мне не совсем, например, понятно, да, вот, прошлый вопрос, который вы задавали, да, вы сделали, там, ну, лучшим, лучшим, ам, человека, да, то есть, коллегу, вот, а, и, по идее, по идее, вы, ну, вам, по идее, нужно было бы с ними работать дальше, оп, потому что, ответ на публичный вопрос, даже платный, это всегда, ну, только первый шаг, вот, это только первый шаг к, ам, значит, ну, к работе над собой, даже, дальнейшей, понимаете, вот, а вы этого не сделали, и причина, которой вы этого не сделали, ну, она, она мне неизвестна, понимаете, вот, а ведь, я ещё раз повторяю, тот факт, что такая проблема, вот, у вас появилась, это означает, что и с вашей стороны было определённое поведение, которое тоже чем-то продиктовано, знаете, вот, так что, разбираться с этим, или не разбираться, это уже, конечно, вам решать, вам решать, но через ответ вопрос, да, вот, в таком формате, вряд ли можно прийти к каким-то таким, ну, знаете, устойчивым, устойчивым решением, да, и реально что-то поменять, потому что реальные перемены, это, это система, это системные перемены, это постоянство, да, а так вот, ну, какой ответ, какой бы ответ не был, да, ну, вы его прослушаете, и всё. Ну, может быть, да, вот это для себя, как бы, выделите, ну, а дальше что, а дальше что, что дальше, по факту, знаете, то есть тут вам исключительно надо сейчас, я понимаю, что у вас ипотека, что денег лишних, как бы, нет, да, вот, но, с другой стороны, есть же, вот, вы же задали вопрос, эм, платный, вот, он стоит 600 рублей, а, например, я знаю точно, что у нас есть эксперты, которые за 600 рублей могут, там, час, э, проконсультировать вас, вот, это будет гораздо эффективнее, вот, поэтому вы издали еще раз, если у вас есть проблемы, да, да, вы лучше эти деньги посмотрите, да, и выберите себе эксперта, и проконсультируйтесь, это будет, ну, более, просто, эффективнее для вас, вот, знаете, ну, это, опять же, мое мнение, как, как эксперт, да, вот, в плане эффективности, сейчас вы не подумайте на мне, я вообще деньги не считаю, вот, я просто говорю о том, да, то, что, ну, что необходимо для результата, если мы говорим о результате, именно, вот, понятно, на этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!